Крайне важно было именно попасть в цвет. Мы покрываем все наши изделия полиуретановым лаком на водной основе. В данном случае предполагается, что нужно задать определенную форму и придать ей нужный цвет. Бетон это именно такой материал, которому легко придать любую форму. А вопрос лишь времени и создания определенных образцов. Добрый день! Сегодня шли по цеху и выбирали, какое изделие снять для полного обзора. Но я решил выбрать в цвет футболки, поэтому снимаем сегодня об этом. Мы называем его комплектом, это раковина на таком конусном основании. Достаточно популярный вид запросов. Они так часто доходят до работы, но на самом деле классическая форма, интересная. Но немногие производители ее в принципе изготавливают. Это тот случай, когда у нас заказывают изделие из бетона. Но в принципе для заказчика и не так важно, чтобы оно было из бетона. В данном случае потребность была именно в форме и цвете. Та картинка, визуализация, которая к нам пришла, была практически такая же. Раковина только в красном цвете. Но заказчик сказал, как из фразы такая шаблонная, да, из советского фильма, что можно у меня такую же, такой с перламутровыми пуговицами. У вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами. К сожалению, нет. На что тут же последовал незамедлительный ответ, что, конечно, можно сделаем. И начался вот этот вот процесс, о котором сейчас и расскажем. Процесс от идеи к реализации. Потому что сейчас я стою перед раковиной, которая уже полностью готова. И уже, наверное, буквально завтра отправится на свой объект. Итак, о том, что в данном случае для заказчика не столь важно, что изделие из бетона. Потому что цвет синий, соответственно, далеко не классический цвет бетона, согласитесь. В данном случае предполагается, что нужно задать определенную форму и придать ей нужный цвет. Кстати, наше изделие очень хорошо для этого подходит в принципе. Потому что бетон – это именно такой материал, которому легко придать любую форму. И в данном случае мы использовали нашу типовую модель раковины. Она у нас называется чаша. Создали уникальное, ну, уникальное в данном случае конусное основание, подстолье, как его ни назови. Для того, чтобы, собственно, раковина-чаша на нем стояла. Нужно было все это воплотить в синем цвете. С цветом, как это часто бывает, достаточно длительный процесс согласования шел. Потому что заказчика в определенный цветовой набор в этом санузле. И крайне важно было именно попасть в цвет. Поэтому при помощи различных каталогов RAL, живых образцов, сначала того материала, к которому нам нужно стремиться, перейдя к нашим заливкам образцов и последующим колировкам, мы пришли к нужному согласованию. Мы изготовили раковину в синим, максимально приближенном цвете бетона в массе. И уже после слой за слоем начали наносить согласованный колер для того, чтобы добиться уже того цвета, который нам нужен. В колировке тоже есть несколько градаций, потому что слой за слоем мы все больше и больше закрываем бетонную текстуру. В конкретном случае задание было добиться монотонного одного цвета. Поэтому здесь нанесено большое количество слоев колера и текстура бетона полностью скрашена, закрашена, как ни назови. Но, как я уже сказал ранее, этого как опция для других заказов можно не добиваться вот этой монотонности. Можно оставить приглушенную текстуру бетона, просто сделать какой-то цвет более насыщенным. То есть такая промежуточная и промежуточные стадии. И что с точки зрения эксплуатации, здесь на самом деле немного эксплуатационные характеристики улучшаются. Так как мы покрываем все наши изделия полиуретановым лаком на водной основе. То при очень длительном контакте, соответственно, лак имеет свойство промокать. То в случае с колировкой эти промокания, они становятся незаметными при эксплуатации. И с этой точки зрения она становится, скажем, на уровень выше. Это к вопросу о возможных каких-то запросах, а что же, собственно, с эксплуатацией будет происходить. Вопрос обсуждения цвета изделия будущего, он зачастую, наверное, такой самый сложный. Потому что у бетона есть, ну, во-первых, стандартная определенная палитра. Ну и в целом, если говорить про бетон в массе, это определенные ограничения в цвете. Потому что цвет не очень насыщенный, зачастую тона такие достаточно пастельные. В случае, когда задача именно такая, добиться конкретного цвета, уходя от того, что изделие непременно должно, собственно, выглядеть как бетонное, да, что оно из бетона. То здесь рамки просто очень сильно раздвигаются. И мы имеем возможность сделать абсолютно любой цвет по любому каталогу и палитре цветов, которые только существуют. Вопрос лишь времени и создания определенных образцов, потому что мы накладываем этот цвет на определенную основу. Есть свои нюансы, но можно прям добиваться точного цвета для того, чтобы использовать в том или ином проекте. И это очень здорово. На это тоже есть спрос. И мы не избегаем таких заказов, хотя они вроде как немножко уходят от нашего основного направления. Это такая неповторимая бетонная текстура, фактура и так далее. При обсуждениях с заказчиком, ну и, собственно, один из топ вопросов от людей, которые видят подобные изделия и задают свои вопросы, это а как подключать? Ну, в данном случае, естественно, что здесь будет использоваться смеситель либо из стены, либо из пола. Насколько я помню, на визуализации он именно из пола. Ну и как подключается сифон? Так как, получается, вот это вот конусное основание, оно цельнолитое в данном случае сейчас, ну, полое внутри, но снаружи полностью закрытое и чаша. В данном случае для подключения, это я подсмотрел немножко информацию в проекте до начала съемок, мы будем делать отверстие в задней части круглое для того, чтобы в этом месте будет произведен вывод канализации из стены. Можно будет в это отверстие просунуть руку и подключить коммуникации. В общем, на примере такого изделия мы еще раз хотим обратить внимание и подчеркнуть это такой классной цепочкой, когда появляется идея, человек начинает искать, где ее воплотить, обращается к нам, мы помогаем это сделать. От этого просто невероятный кайф и каждый раз такое максимальное удовлетворение. Это как раз именно такой случай, и мы хотим, чтобы у вас понимание этого просто росло в геометрической прогрессии, что с любой идеей, которая возникла в вашей голове, вы можете обратиться в нашу компанию, и мы точно найдем способ, как это реализовать, ну и сделаем это. Поэтому обращайтесь, мы очень ждем ваших запросов.